Как себя вести? Часть 4. В кафе, столовой, в ресторане, в других заведениях общего питания. В большинстве таких заведений имеется гардероб, не считая точек быстрого питания. Если мужчина сопровождает женщину, он помогает свои дани снимать и надевать пальто, не допуская, чтобы это делал гардеробщик. Номер гардероба остаётся у мужчины. Внешность свою приводят в порядок в вестибюле или в туалете. В случае надобности каждый спрашивает сам о местонахождении последнего. Мужчине не подобает интересоваться туалетом для своей дамы. В зале, как и в других общественных местах, не причесываются, не пользуются косметикой и не приводят в порядок свои руки и одежду. Как входить в зал? Если мужчина приходит с дамой, она входит первой во входную дверь. Открывает её мужчина. Но в зал мужчина входит впереди женщины, чтобы найти места и подвезти к ним спутницу. Прежде чем направиться к столу, каждый внимательный мужчина должен осведомиться, нравится ли его спутнице место или нет. В большом ресторане, где не видно всего зала, обращаются к официанту, который укажет, куда сесть. Если к столу подводит официант, мужчина идёт за спутницей. Между столиками нужно двигаться бесшумно и осторожно, не тревожа и не задевая сидящих. Если случится кого-нибудь задеть, нужно извиниться. Проходя мимо, не разглядывать сидящих или пищу, расставленную перед ними. Если нет свободных столов, но есть места за занятыми, то спрашивают разрешение сесть. «Простите, разрешите сесть?» или «Извините, это место свободно?» В случае положительного ответа благодарят и садятся с лёгким поклоном. Сидящие отвечают на безмолвное приветствие и в ком. Конечно, приятнее сидеть за столиком без посторонних, но невежливо придерживать пустующие места, когда в зале нет свободных столов, тем более разложить ноутбук. Во время обеда, когда все заведения эти переполнены, то не следует долго занимать место. Если вы покушали, дайте возможность поесть и другим. Не стойте рядом со столом в ожидании освободившегося места. Не заглядывайте в рот. Кстати, здесь нужно считаться с очерёдностью. За столом. Наиболее удобные места предоставляются пожилым людям и женщинам. Мужчина выдвигает стул и пододвигает его своей спутнице, когда она садится. Только после того, как сядут все женщины, садятся и мужчины. Пришедшие вдвоём мужчина и женщина за маленький столик садятся друг против друга. За большим столом мужчина сидит по левую руку своей дамы рядом или через угол стола, чтобы помогать ей брать блюдо с кушаньими. Одинокий человек выбирает себе маленький столик. Если женщина выходит из-за стола или подходит к столу, мужчина встаёт, выдвигает стул и помогает ей сесть. Сам он садится после того, как села его спутница. Если подобный знак внимания может причинить беспокойство сидящим рядом, от него воздерживаются. Всё зависит от ситуации. Вежливый мужчина, прежде чем выбрать самому, всегда протянет меню сидящей за тем же столиком даже посторонней женщине или мужчине старшему по возрасту. Таким же образом поступает и молодая девушка, находясь вместе со старшей женщиной или пожилым мужчиной. Приглашённым, будь то женщина или мужчина, не подавая меню, угощающий предлагает взять то или иное блюдо или напиток. Заказывает и платит угощающий. Если пришли вместе, то платить собираются порой. Мужчина протягивает карточку спутнику. Женщина сообщает о своём выборе мужчине, и он уже сам заботится о заказе. Если в меню находится неизвестное блюдо, правильнее было бы сначала поинтересоваться, что оно собой представляет у знакомого или официанта. Но если уж рискнули заказать, постарайтесь его скушать. Если хотите попросить меню с соседнего столика, встаньте, пройдите к столику и попросите. Простите, можно ли взять меню? Или разрешите, пожалуйста, меню? Меню протягивается со словом «пожалуйста». За столом сидят аккуратно. На него не кладут сумочку, перчатки, носовой платок, расчёску, пудреницу и прочие принадлежности туалета. И женщина может ухаживать за столом за мужчиной, если они близкие люди и нехорошо знакомы. Она, например, может класть на тарелку кушанье своему жениху, мужу, отцу, другу или брату. Освежающие и крепкие напитки наливают всегда мужчины. Женщины это делают только в обществе женщин. Чокаются очень редко, только если нужно подчеркнуть торжественность момента. Обычно мужчина подымает бокал с лёгким кивком и глядя свои спутницы в глаза. Женщина отвечает тем же. В случае, если сидящий за соседним столиком мужчина с глядами и поднятым бокалом начнёт надоедать женщине, она не должна обращать на это внимание. Бестактность стараются оставить незамеченной, не говоря о том, что не следует обращать на неё внимание других. Если попадают в такое положение, когда кто-либо из близких чрезмерно захмелел, его нужно как можно быстрее и незаметнее увезти домой. Беседа должна быть приглушённой, соответственно, атмосфере помещения. Как и везде, в общественных местах нужно вести себя сдержанно и скромно. Публичное место непригодно для интимных разговоров. Невежливо шептаться с соседом, прикрыв рот рукой. Нужно избегать ссор и перепалок, которые могут возникнуть там, где употребляется чересчур много алкоголя. Уважающийся человек игнорирует ссорящихся и оскорбительные для себя замечания пьяных. Если нужно обратиться к знакомому соседу за столиком, то извиняется, извините, разрешите спросить и так далее. Соседу по столу, с которым завязывается разговор, не представляются, за исключением тех случаев, когда разговор перешёл на личные темы и возникает в этом необходимость. На свидание, назначенное в кафе или ресторане, мужчина приходит раньше женщины, молодой – раньше пожилого, а пригласивший – раньше приглашённого. Мужчина может пойти навстречу своей знакомой и проводить её к столу. Если он этого не делает, то, по крайней мере, встаёт, когда знакомый подойдёт к столу. К официанту обращаются вежливо, сопровождая желание словом «пожалуйста». Неприлично подзывать официанта возгласом «Алло!» или стуча по тарелке ножом, тем более прищёлкивая пальцами, делают это кивком головы. Если необходимо, всё же обратиться, окликает его негромко, когда официант находится поблизости. При желании пересесть за другой столик не бегут с рюмками и тарелками на новое место, а просят официанта их перенести. Если заметите изъяны в сервировке, в пище или напитках, не нужно из-за этого вступать в конфликт, привлекая к себе внимание. Попросите просто исправить их. О качестве пищи и напитков с официантом не пререкаются, потому что он в этом не виноват. Его задача только сервировать стол и принести то, что приготовлено на кухне. Если вы заметили крупные недостатки, нужно сообщить об этом руководителю предприятия или заместителю. Хороший официант не заставляет себя долго ждать, а видит сам, когда кому подойти. Обязанность персонала ресторана, кафе или других заведений общественного питания обслуживать всех гостей с одинаковым вниманием, невзирая на пол, возраст или степень респектабельности. С постоянными посетителями нефамильярничают. Кто оплачивает счет? Обычно каждый оплачивает свой счет. За приглашенных платит пригласивший. Раньше во всех случаях за женщину обязательно платил мужчина в кафе, в ресторанах, театрах и так далее. В наше время женщины равноправны с мужчинами и сами себя содержат. Поэтому вполне естественно в некоторых случаях желание женщины самой платить за себя. Мужчина не должен считать, что этим затронута его мужская честь. Если женщина хочет уплатить за себя сама, даже если она приглашена мужчиной, она должна сообщить об этом своему спутнику до оплаты счета, чтобы не спорить в присутствии официанта и не заставлять его ждать. Сначала платит женщина, потом мужчина. В хорошем ресторане счет приносят на соответствующем подносе или в папке. В этом случае деньги кладут туда, где был счет. Проверка счета – это не мелочность, как думают некоторые, а соблюдение элементарного порядка. Естественно, официант извиняется и благодарит, если это сделано спокойно и без шума. Если ошибся тот, кто оплачивает счет, он при возможности исправляет свою ошибку. Чаевые отошли в область пережитков, и несмотря на это, они все же укоренились. Уход. Желание уйти выражает обычно старший или женщина. Мужчина может попросить ее немного задержаться. Прощаются с сидящими за столом знакомыми и посторонними. Знакомые мужчины при этом встают. Посторонние могут не вставать, даже если перед этим велся общий разговор. Они кланяются сидя.